Денис Викторович, два абсолютно разных тайма. Как так получилось? Ну, так вот, пока играем, что последние три игры, практически три игры под копирку. Полное преимущество в первом тайме, большое количество моментов, но реализация очень слабая. С такими командами тем более. В первом тайме действительно команда порой показывала, не знаю, футбол Барселоны, то есть действительно тотальный контроль мяча, игра в касание. То есть где-то с авансами, но действительно определенные параллели напрашивались. Что в перерыве, может быть, не знаю, кричать нужно на них или что? Наоборот, в перерыве пытались донести, что только есть еще один тайм, нельзя останавливаться, надо полностью контролировать игру, нельзя отдавать инициативу. Но, к сожалению, пока у нас не получается. Травма Никиты Дорофеева, во многом системообразующего игрока центра поля, может быть, она также помешала показывать тот же футбол? Ну, наверное, может быть, тоже где-то что-то сбился механизм, в середине просто перестали играть, проиграли всю борьбу, все подборы. Естественно, команды такие, особенно как Анжи, они чувствуют это. Дали отслабину, пропустили со стандарта, ну и не смогли уже вернуться. Судя по статистике, самое большое количество мячей, самая плохая разница у нас с точки зрения пропущенных в первые 15 минут второго тайма. Вот что с этим делать? Мы пытаемся до ребят донести, что надо дальше продолжать так же играть. Тем более игра давалась, играли уверенно. Были моменты, тем более моменты не спонтанно созданные, а смысленно созданные. Ну, реализация, еще раз говорю, конечно, важна в таких матчах. Ну, и надо играть с первой до последней минуты, потому что футбол такие как бы не прощают моменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова